всем привет дорогие друзья в эфире rain game studio в это первое видео за достаточно долгий период времени когда мы будем говорить о чем-то действительно полезным я вдруг вспомнил что когда-то очень давно проводил опрос на тему того о чем будет наше с вами следующее видео и вы очень дружно и очень лениво проголосовали за тему работа с камерой собственно постараемся о ней сегодня и поговорить но я должен сразу предупредить если вдруг вы пришли сюда за готовыми решениями за подробной инструкцией к действию и так далее то нет и еще раз нет ничего подобного здесь не будет я покажу расскажу и объясню очень общие нюансы того что вообще такое камера и как с ней жить с какими проблемами можно столкнуться и как примерно их решить но ни одного прямо скажем супер практичного решения или готового скрипта который можно где-то скачать посмотреть почитать здесь не будет все таки моя цель в первую очередь доносить информацию которая будет в дальнейшем либо полезной либо бесполезной но так или иначе она должна заставить мозг шевелиться ваш мозг естественно чтобы ну вы сами достигали каких-то целей и это гораздо лучше будет укладываться в голове поэтому давайте начинать в качестве примера мы возьмем мой экспериментальный проектик где я реализовывал управление камерой и персонажем по принципу классических изометрических рпг или стратегий и собственно на основе него и будем смотреть как вообще с этим работать как с этим жить не что нас вообще ждет и так значит у нас есть небольшая сценка по-быстрому собранная из моих стареньких ассетов частично модельку мужика этого я по-моему нас от story взял это бесплатный рыцарь собственно что у нас тут происходит давайте посмотрим как это выглядит в игре у нас есть персонаж камера собственно за ним следует можно ее самому двигать можно ее крутить крутится она вокруг точки на которую смотрит соответственно можно обратно привязаться к персонажу и снова следить можно управлять ей посредством камер васт камер камер блин кнопок кнопок васт зум сюда зум туда собственно и все мне что камера еще делает она еще повторяет неровности рельефа то есть точка на которую смотрит камера отслеживает высоту на которой находится земля и соответственно повторяет эти неровности вот такой вот простой до невозможности функционал но на нем можно рассмотреть многие аспекты того как вообще в принципе работать с камерами и давайте посмотрим как это выглядит на сцене наша камера она находится в воздухе да все здорово прекрасно все логично но она не существует в вакууме как таковая она привязана к объекту объекту родительскому который по факту является просто пуст пустым геймобжектом и вот здесь первый нюанс работы с камерами как таковыми работать с камерой напрямую то есть управлять ее трансформом ее передвижением и так далее не самый удобный метод я не говорю что так делать нельзя не говорю что так никто не делает просто я для себя такой вывод сделал на опыте своей работы что гораздо проще привязать ее к чему-нибудь и уже крутить этим чем-нибудь а сейчас такой маленькой отступленица сразу мы я тут сразу с места в карьер прыгнул но забыл вообще поговорить о том что такое камера зачем она нужна и как вообще жить с ней то есть камера в игровых движках по факту является аналогом настоящих камер которые применяются в ну в нашей обычной жизни в реальном мире в кинематографе или даже в просто камера встроена в ваш телефон в каких в каких-то случаях это объект состоящий из определенного количества параметров которые говорят о том что камера видит как она это видит как она эту информацию обрабатывает то есть давайте возьмем в пример классическую камеру какую-нибудь вот прям почему классическую точнее самую распространенную камера в телефоне она смотрит в одну конкретную сторону в объектив попадает определенное количество картинки и вы эту всю картинку можете сразу наблюдать на экране своего смартфона объектив в камере максимально никакой какой он может быть то есть там нет ни какой-то глубины резкости серьезные не возможности прибавлять отдалять изображение здесь мне могут возразить типа в смысле в телефоне есть зум да он называется цифровой зум и это просто увеличение количество пикселей на экране точнее уменьшение количество пикселей увеличение пикселей как таковых оптического зума который есть в серьезных нормальных объективах там нету есть понятие фокуса фокусного расстояния и соответственно этот фокус можно попробовать поймать найти на каких-то объектах и все то же самое есть у нас и в камерах в наших игровых движках работать с камерой как именно с объектом для съемки видео это отдельная культура так сказать это целая наука операторское искусство и естественно обучить ему в одном коротеньком видео на ю тубе просто физически нереально да и я вам даже больше скажу в принципе этим заниматься на ю тубе это самая неблагодарная задача все таки операторское искусство это действительно серьезная работа и тут она включает себя помимо технических вопросов работы непосредственно с оборудованием и заканчивая художественным вкусом чувством перспективы чувством композиции и так далее то есть тут очень очень много нюансов этому нужно серьезно учиться и возможно даже не один год я думаю что возможно даже всю жизнь как и любой другой нормальной деятельности поэтому если вы хотите в своих играх ставить какую-то режиссуру делать интересные катсцены то единственное что я могу вам посоветовать это хотя бы посмотреть на те проекты которые вам в этом ключе нравятся и тупо копировать что они делают ну или хотя бы попытаться понять что и как они делают и уже потом копировать потому что вряд ли у нас у кого-то из нас есть возможность пойти там в институт кино и телевидения и сказать хочу быть профессиональным оператором ради того чтобы делать игрушки это немножко странно с этим разобрались значит камера это сложная хреновина с которой нужно уметь работать в игровых движках это в том числе не исключение то есть количество настроек и того на что нужно обращать внимание если вы хотите получить воистину качественную картинку достаточно большое мы их все рассматривать совершенно не будем прямо скажем совсем не будем мы будем рассматривать исключительно технические нюансы работы с камерой как с игровым объектом то есть как с объектом геймплея что нас интересует нас интересует несколько моментов во-первых физическое перемещение камеры то есть просто чтобы ей можно было елозить по локации соответственно видеть разные вещи и нам нужно какое-то качество картинки то есть это настройка цветокоррекции ну вообще любых постэффектов какие там могут быть затронем и то и другое вскользь но с оговорками и так возвращаемся собственно к перемещению камеры у нас может быть несколько видов камер как таковых это камера от первого лица чаще всего применяется в шутерах за редким исключением в каких-то рпг потом у нас есть камера от третьего лица уже чуть более распространенная в рпг и чуть менее распространенная в шутерах и есть камера опять таки она наверное считается от третьего лица но она уже более общая вот как я сейчас например показал частный пример изометрической камеры которая показывает не конкретного персонажа и вот только на нем сфокусирована а она может быть отвязана она может полетать по миру смотреть сама там своими делами какими-то заниматься и так далее при каждом из этих подходов работа с камерой отличается отличается она значительно и нет какого-то универсального решения которое подойдет на все случаи жизни нужно подбирать принципы работы непосредственно под ту игру и под те действия которые вы хотите у себя собственно получить но вот один момент я уже озвучил в самом начале озвучиваю еще раз то что гораздо удобнее работать не с камерой как таковой непосредственно а с каким-то объектом к которому камера будет привязана и уже впоследствии крутить этим объектом вот как частный пример наша с вами камера вот здесь да что она умеет делать она умеет елозить там вокруг оси какой-то определенной и лозит вправо влево вперед назад например вот банально вот это вот действие поворота вокруг какой-то точки если бы я управлял самой камерой непосредственно то мне пришлось бы программно прописывать эту самую точку указывать камере несколько углов на которые она должна поворачиваться это ну не самая простая не самая правильная с точки зрения подхода реализация потому что чем больше тонкости вам нужно контролировать тем больше шансов что вы накосячите гораздо проще просто создать объект и программно привязать либо программно либо прям физически привязать к нему камеру то есть программно мы можем просто сказать камере чтобы она смотрела на объект там есть look at метод либо просто физически как в моем случае это просто родительский камере объект я кручу его а камера уже как будто бы крутится вокруг него хотя на самом деле она просто привязана к нему и ей ничего не остается больше кроме как крутиться дальше перемещение по миру перемещение по миру это такой тоже вопрос который с одной стороны достаточно тривиален то есть с этим сталкивается абсолютно любой разработчик с другой стороны как к нему подойти это дело прямо скажем каждого то есть каждый может придумать под себя свое собственное решение этого и тут тоже универсальное решение есть вряд ли я расскажу как это сделал я вы для себя подумайте если вдруг считаете что я был неправ то обязательно напишите об этом в комментариях мне будет интересно почитать о том какие методы решения подобных задач используете вы и как следствие может быть самому стать лучше а может быть просто подумать да так тоже можно было и все не знаю посмотрим итак собственно что у нас есть у нас есть некий скриптец простейший который отслеживает нажатия разных кнопочек и в зависимости от этого принимает решение чего у нас вообще тут есть писал я это дело недостаточно давно поэтому сейчас буду разбираться с кодом на ходу вместе с вами ни черта не помню но что-нибудь сделаем разберемся отслеживается перемещение мыши при нажатой либо центральной средней кнопки мыши либо при нажатой правой кнопки и как следствие принимается решение либо мы крутим камеру либо мы ее двигаем плюс дополнительно отслеживается нажатие кнопок васт и их так сказать значения тоже передаются в сумме в функцию которая и будет двигать нашу камеру и двигать камеру мы будем достаточно просто и примитивно применяя вот такое вот сглаживание зачем оно нужно если вы работаете в юнити хотя бы больше одного месяца то вы не зададитесь таким вопросом если же вы совсем новичок то наверное это видео вообще не для вас зачем я кому-то это вообще рассказываю ладно не суть короче мы получаем сглаживание то есть у нас передвижение происходит не моментально ровно в те координаты которые мы получили а плавно с неким изменением в качестве опорной точки изменения будет использоваться дельта времени которая проходит между кадрами за счет этого мы получаем максимально гладкую гладкое движение примерно одинаковое во всех случаях в нашей игре и не получается никаких дерганий никаких резких телепортаций никаких каких-то дребезжаний и прочего можно двигать камеру если мы опять-таки будем двигать не саму камеру а ее родительский объект можно было бы сделать это посредством физики можно использовать для этого и вовсе стандартный компонент unity типа charter контроллер и камеру привязывать непосредственно к нему уже что я кстати тоже не советовал бы делать потому что как мне кажется опять-таки есть вероятность получить слишком резкие слишком необоснованные движения то есть если допустим предположим что у нас камера от третьего лица находится она за спиной у персонажа допустим за плечом у него персонаж немножко сдвинут в бок согласно последним так сказать тенденциям ну и просто законам композиции и вот наш персонаж бежит там прыгает бегает и теперь представьте себе что вы привязали камеру какой-то кости нашего персонажа получится мягко говоря жопа дернул персонаж рукой прыгнул соскочил с маленького камушка вниз все это будет отражено именно в движении камеры в конце концов в лучшем случае игрок который будет пытаться в вашу игру играть игрок в игру играть он выключит ее а вообще может блевануть еще заодно от того что его укачает так себе перспективка соответственно даже в этом случае я бы настоятельно рекомендовал привязывать камеру какому-то родительскому объекту который уже будет привязан к непосредственно контроллеру персонажа к самому персонажу к какой-то его кости но не жестко то есть посредством именно constraint constraint но не жестко просто как дочерний объект к родительскому а через код именно через вот подобного рода сглаживания как пример опять-таки мы можем вернуться вот сюда и посмотреть как камера себя ведет когда наш персонаж бегает то есть он бежит камера за ним едет но она делает это не моментально не точно в какой-то момент это можно заметить тот момент когда он только начинает бежать и когда он уже остановился что камера еще буквально в течение полусекунды его догоняет это создает определенную плавность движения и ликвидирует возможные вот требыхания какие-то неприятные это делается точно так же посредством все того же сглаживания через тот самый вектор 3 лерп 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 жена мне подсказывает что неправильно нужно лерп говорить вектор 3 лерп и в других играх то есть и в том числе и в играх от третьего лица это можно сделать ровно точно так же то есть вам нужно ориентироваться на координаты какой-то конкретной точки и от них плясать. Например, вы можете и вовсе исключить перемещение камеры по вертикали, то есть, когда персонаж прыгает, чтобы камера за ним не прыгала. Но тем не менее, когда он бегает влево-вправо-вперед-назад, камера все эти движения повторяла. Это достаточно легко именно на программном уровне делать. Собственно, еще один элемент работы с камерой — это зум. Тоже достаточно простая, в принципе, задача, и регулируется она именно изменением расстояния между самой камерой и ее родительским объектом, тем, к которому она привязана. И снова можно обойтись и без родительского объекта. Можно просто, в принципе, смотреть на те координаты, куда камера должна смотреть, и плясать от них. Сложно, геморройно и бессмысленно, как по мне. Я еще дополнительно у себя реализовал, чтобы при отдалении у нас увеличивался угол, под которым камера смотрит к земле. При приближении она, наоборот, становилась чуть более параллельной земле. Ну и плюс дополнительно, чисто так, для красоты, добавил глубину резкости с изменением фокусного расстояния при изменении зума, чтобы красиво размывать все вокруг, когда мы приближаемся близко к нашему персонажу, либо к объекту, на который смотрим. Это создает, конкретно в данном случае, такой легкий элемент игрушечности происходящего. То есть размытие выглядит таким образом, как будто мы смотрим через реальную камеру на какой-то очень маленький объект, и вот фокусируйся на нем, типа как в этом, в макрорежиме съемка. И из-за этого складывается впечатление, что на самом деле камушки все эти очень маленькие, а человечек еще меньше размером. То есть такая легкая нереальность происходящего возникает. Но это, правда, уже относится к постобработке, к различным эффектам, но фикс-то. Раз уж мы это здесь можем наблюдать, почему бы об этом не рассказать? И есть очень важный нюанс, с которым сталкивается буквально каждый разработчик своей жизни, наверняка, хотя бы раз. Это вот такой вот косяк. Сейчас я попробую его воспроизвести. А да, у меня получилось достаточно быстро. Прохождение камеры через объекты. То есть эта ошибка считается едва ли не самой стыдной среди разработчиков игр. По крайней мере, если ваша игра попадет на обзор каким-нибудь игрожурам, и они такое увидят, прям будет стыдно. Им за вас, и вам за себя должно быть стыдно в таком случае. Как эту проблему решить? Опять-таки, в связи с тем, что нету никакого прям однозначного ответа на то, как вы будете управлять своей камерой, нету и однозначного ответа на то, как решать проблемы, которые возникают с этим самым перемещением. Но я могу рассказать вам чисто на словах несколько моментов, как это можно решить. в зависимости от того, какая у вас в принципе камера и как она работает. Один из достаточно популярных методов это просто использовать луч raycast, либо linecast, physics linecast, physics raycast, которые просто возвращают информацию о том, есть ли что-нибудь на пути следования этого луча. Если, предположим, у нас камера от третьего лица, и ее родительская точка, на которую она смотрит, находится примерно над правым плечом персонажа, и там буквально в метре-полутора метрах от него за спиной. То есть мы предполагаем, что в этот, в это самое расстояние ничего не должно попадать. То есть не может сложиться такой ситуации, что туда что-то попадет. Попадет. А если и может, то, ну, как бы, это, скорее всего, какой-то редкий геймплейный случай, либо игрок добился этого специально. Соответственно, просто пускаем луч из камеры до сам, до точки своего родительского контроля, и в том случае, если мы на что-то натыкаемся по дороге, какой-то объект, то мы просто банально зуммируем камеру до расстояния, чтобы этот объект, на который мы наткнулись, оказался за камерой. Достаточно простое решение, не могу сказать, что оно элегантное, однако в играх от третьего лица и в некоторых стратегических играх, когда там камера тоже изометрическая, но, допустим, игра без вертикального геймплея, а просто вот плоская, то это может, в принципе, сработать. В данном конкретном случае, например, как у меня, такой подход не сработает, потому что, ну, элементарно, сейчас мы посмотрим, вот наша камера, она смотрит, и в процессе геймплея, во-первых, камера смотрит на все подряд, и ее родительский элемент, он елозит по земле. И вот представим, что я ее заелозил вот сюда вот, этот самый родительский элемент, под бочку, а камера смотрит вот слева направо, на эту бочку. Соответственно, луч вернет информацию о том, что между камерой и объектом что-то находится, и попытается, допустим, ну, луч-то ничего не попытается сделать, допустим, наш скрипт, он попытается прозумировать камеру до тех пор, пока этот объект не окажется за ней. И что мы получим? Мы получим, что наша камера просто врежется в землю, и игрок не увидит ровным счетом ни хрена. Подобные проблемы можно решить немножко иначе. Например, на камеру можно надеть коллайдер и сделать его триггером, и отслеживать непосредственно факт вхождения камеры в другие объекты. То есть, как только произойдет именно On Trigger Enter, мы пытаемся что-то с этим сделать, опять-таки прозумировать камеру, например, либо заблокировать ее перемещение в том направлении, куда игрок пытался ее переместить. То есть, просто физически заблокировать ему, что вот он хотел повернуть камеру, а никак, он просто будет складываться впечатление, будто он врезался в стену и не может повернуть и дальше камеру. Есть вариант примерно такого же ключа, но чуть более геморрный, чуть более сложный. Это из камеры распускать лучи во все стороны, где могут быть препятствия. И когда это препятствие будет на каком-то расстоянии, которое ему не положено, опять-таки, либо производить зум, либо блокировать управление. У нас остался последний момент по перемещению непосредственно в данном примере, то есть, как я показал в самом начале, наша камера умеет отслеживать неровности ландшафта и все время им следовать. То есть, не получится так, что мы вот так вот будем двигаться и врежемся в гору. Нет, она аккуратненько по всем этим неровностям будет ее обходить. Каким образом я добился этого в конкретном примере? На самом деле, достаточно просто и примитивно. В скрипте, который управляет камерой, также в качестве переменной передается сюда и terrain. Наш terrain, наша земля, и в тот момент, когда мы перемещаем камеру, нам нужно определить новую позицию камеры, куда мы будем ее перемещать, учитывая новую высоту. Вот, и я делаю это посредством нескольких решений, то есть, либо, если вдруг так получилось, что у нас камера находится где-то в воздухе, мы просто пускаем луч вниз, врезаемся в объект, и если вдруг этот объект у нас имеет тег земля, значит, мы учитываем, что это то, что нам нужно, потому что, в конце концов, мы можем иметь дело не только с terrain, но и с какими-то просто модельками, на которые, соответственно, этот самый тег можно повесить и радоваться жизни. Ну, или в противном случае мы просто тупо выковыриваем из информации о terrain координату текущей точки, то есть, просто получаем высоту именно terrain в игровом мире в данной позиции и используем ее. Опять-таки, достаточно простое и, я бы даже сказал, слегка примитивное решение, однако оно 100% работает. Если вдруг у вас есть иное какое-то решение, я с удовольствием почитаю о нем в комментариях, можете рассказать мне, насколько я неправ или насколько вы считаете, что можно было бы сделать элегантней. Просто из головы назову еще как минимум одно решение, это сделать то же самое посредством физики. То есть, это либо коллайдеры, либо те же самые триггеры, возможно, даже rigidbody использовать прям в прямом смысле слова, то есть, тупо ронять камеру на землю и не париться. Пробовал. Такой метод-подход очень нестабильный и, как мне показалось, тоже зачастую бывают элементы дребезга и слишком рваных движений, что совершенно нам не нужно. Собственно, по перемещению камеры, наверное, никаких нюансов больше быть не может. Если вдруг я о чем-то не рассказал, опять-таки, вообще все, что у вас в голове есть, все пишите в комментариях, в комментариях на ютубе, в комментариях в нашей группе ВКонтакте, непринципиально я читаю их везде. Это даже сделано не для того, чтобы там продвигать мои видео в рекомендациях, еще что-то. Я не верю, что мое видео хоть когда-то хоть кому-то в рекомендации попадет. Это вообще не для этого. Это именно для нашей с вами обратной связи. Соответственно, пишите все, что думаете. вместе мы по-любому найдем какую-то истину, которая всех устроит. Ну и если я тупо о чем-то не дорассказал, то всегда можно снять еще одно видео и дорассказать о чем-то. И мне хорошо, и вам, и ютуб будет рад. В общем-то, все будет здорово. Итак, у нас остался последний момент по работе с камерой, без которого, опять-таки, сложно получить хорошую картинку на выходе. Это постобработка. Что она в себя включает? Она включает в себя, собственно, все полноэкранные шейдеры или фильтры, которые вы можете наблюдать. Самый банальный среди них это Motion Blur, он же размытие в движении. Это виньетка, это цветокор, то есть, когда вы именно настраиваете цветопередачу своей сцены. Есть более какие-то интересные решения, например, во многих играх можно наблюдать, когда действие происходит в контакте с водой, то есть, у нас картинка искажается, у нас какие-то капли воды могут по объективу стекать, просто у нас происходят именно геометрические искажения какие-то. Плюс есть такие вещи, как достаточно банальный антиалиасинг, для того, чтобы просто сгладить картинку, ступеньки удалить с нее. То есть, если сейчас, в принципе, уже камеры в игровых движках работают так, что уже как бы особо-то этих ступенек не видно, даже без дополнительных настроек, то пару-тройку лет назад все модели были очень корявыми, максимально ступенчатыми, и пока этот антиалиасинг не включишь, все было очень плохо. Есть такие эффекты, как SSL, Screen Space Ambient Occlusion, по-моему, так это переводится. Короче, грубо говоря, мы получаем дополнительную обводку объектов легкой тенью, для того, чтобы придать им чуть больше художественности, чуть больше объемности. И вообще, этих самых эффектов, мягко говоря, до хрена, и работа с ними это тоже тема явно для отдельного видео. И что это значит? Это значит, что если вам оно будет надо, мы можем снять видео исключительно только про пост-обработку. Это же здорово, правильно? Но, опять-таки, надо оно вам или нет, мы узнаем только из ваших комментариев, поэтому не стесняйтесь, пишите. Раньше пост-процессинг настраивался сильно по-другому, то есть каждый эффект был самостоятельным скриптом, на камеру то повешался, там тот же Motion Blur, тот же виньетка, там еще что-то, это все вешалось, настраивалось. Сейчас для этого выделена отдельная группа объектов, я бы даже сказал, сервис своего рода, который включает в себя все вот это вот добро настроек, то есть ты прямо здесь добавляешь эффекты и ими рулишь. С одной стороны, это добавило немножко больше геморроя в плане работы с этими эффектами программно, то есть, например, вот даже банально вот эта вот хрена тень с глубиной резкости, она же Depth of Field в английском языке, вот, чтобы ее победить программно, да, то есть, чтобы менять фокусное расстояние и баловаться с глубиной резкости в зависимости от зума, мне пришлось, если не продать душу дьяволу, то как минимум изнасиловать его точно, чтобы он мне рассказал, как это делается, потому что даже официальная техподдержка, официальная документация этого мне не смогли сказать, я не знаю почему, возможно, сейчас ситуация изменилась, я писал эту хрень, блин, я тупо не помню уже, когда, сколько-то месяцев назад, тогда была самая актуальная версия 2019.3, она тогда только-только вышла, ну, в официальной документации просто не было информации о том, как вообще взаимодействовать со всей этой хренью и скриптов, я писал в техподдержку, я писал на официальный форум Unity, ни черта не нашел, ну, начал просто тупо тыкаться палочкой в все эти кучки скриптов, чтобы понять, как это сделать, поэтому я сейчас вам покажу, вдруг кому-то интересно, я не знаю, может быть, это уже давно известная информация, она есть в документации, я не проверял. Вот, что мы имеем, у нас есть непосредственно наш постпроцессинг, профиль нашего постпроцессинга, есть непосредственно скрипт depth of field, и мы сначала получаем профиль нашего постпроцессинга, потом из него уже получаем depth of field, и потом, потом уже с ним дальше в коде работаем, более того, если раньше я мог просто написать depth of field, там, focus distance такой-то, то сейчас появилась новая фишка, что вот этот вот самый focus distance, это, видимо, сделано в угоду удобства работы вот здесь, потому что вот мы зайдем в depth of field, и здесь у нас все эти переменные есть, и все они прекрасны, и все они хороши, но прикол в том, что вот это вот название focus distance, оно сюда выводится не так, как это делается, когда вы пишете просто в скриптах переменную, и unity сама такая ее на части порвала по вашему, значит, по большим буквам в переменной, и все здорово, да, тут вот этот вот focus distance, он является переменной, в которой есть два поля, два свойства, это свойство имя и свойство значения, для того, чтобы до этой истины докопаться, я просто вырвал себе все волосы под мышками, потому что где-то в документации, где-то в примерах кода, где бы там ни было, нигде об этом ни черта не говорилось, и когда я пытался присвоить значение непосредственно focus distance, он ничего не делал, что самое смешное, он даже не ругался, он не говорил, что типа я не могу присвоить цифру объекту, что ты их делаешь, нет, он просто такой, типа да, все хорошо, но ничего не изменится, соответственно, вот работаем мы непосредственно через value, и, собственно, и все, казалось бы, буквально пара строчек кода для того, чтобы всем этим пользоваться, но это было сильно неочевидно, причем я сначала, когда докопался до этой фигни, я вообще сделал иначе, я создавал переменную того самого типа, у которого есть там имя и значение, и уже ее присваивал focus distance, и, видимо, это было, наверное, просто от того, что у меня уже кипел мозг, я не знаю, я тогда, по-моему, даже на форуме Unity написал, что нашел решение и, ну, скинул его, а потом сижу и думаю, что нахрена я это делаю, я же могу непосредственно работать данного объекта. Вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать, видео без каких-то серьезных откровений, но благодаря этому видео будет гораздо легче понять, что вы надеялись здесь увидеть, то есть, вы явно, кто-то из вас будет разочарован, и вы скажете, я-то надеялся, что ты вот, а ты так, и тогда я узнаю, что надо было сделать, и, соответственно, будет шанс исправить ситуацию, снять новые видео, в общем, пишите, все, что вы думаете, будет интересно почитать, через, я не знаю, через сколько, но через пару-тройку дней я планирую выпустить еще одно видео, которое будет посвящено моделированию непосредственно под игры, но с применением не совсем заточенных под это инструментов, и, возможно, вам будет интересно, а может быть и нет, но я нас 300% уверен, что это многим будет полезно, поэтому следим за тем, что у нас происходит, можете даже колокольчик клацнуть, если не впадлу, мне это все равно никак не поможет, а вы просто банально не пропустите, не пропустите видео, если оно может где-то потеряться в ленте обновлений, собственно, все, всем спасибо за стоп, соврал, что-то я хотел еще сказать-то, а, да, вспомнил, информация для тех, кто дожил до конца видео, и почему-то до сих пор его не выключил, все ссылочки, которые могут быть полезны или не очень в описании, если вы еще не подписаны на нашу группу ВКонтакте, смело подписывайтесь, ссылочка на нее там же, если у вас есть какие-то мысли по поводу того, на какие темы снимать дальнейшие видео, то точно так же пишите это все в комментариях, если у вас есть претензии по содержанию данного видео, вам все туда же, ничего, в принципе, не меняется, и, да и все, наверное, все, больше нечего мне сказать, собственно, теперь точно всем спасибо за просмотр и всем пока!